Прошлым летом на смену флагманской модели Aston Martin Vankish пришел новый суперкар DBS Superleggera, у которого теперь есть и открытая версия с приставкой Volante. В техническом плане машина повторяет купе. Пространственная рама из алюминия, внешние панели кузова из углепластика, задний привод, восьмиступенчатый автомат и битурбомотор V12 5.2, который развивает 725 л.с. и 900 ньютон-метров крутящего момента. Кабриолет весит без центнера 2 тонны. Дополнительные 200 кг удлинили паспортный разгон до сотни, до 3,6 секунды. Зато максимальная скорость Volante осталась такой же, как и у купе – 340 км в час. А значит, британцы построили самую быструю в своей истории открытую модель. Американский офис Volkswagen представил концепт Atlas Base Camp, созданный для экстремальных вылазок на природу. Например, автомобиль отлично подойдет для маунтинбайкеров. Семиместный кроссовер оборудовали лифт комплектом подвески, 17-дюймовыми внедорожными покрышками, внешним багажником с креплениями для велосипедов и дополнительным блоком светодиодного освещения. Приятным бонусом к автомобилю идет экспедиционный трейлер, в котором можно найти кровать, солнцезащитный тент, небольшую кухню, резервуар для воды, баллон с пропаном, переносной туалет и душ. Облик концепта разработал калифорнийский дизайн-центр Volkswagen. В основу новинки лег кроссовер Atlas. В России эта модель известна как Terramon. В движение машина приводится стандартным двигателем VR636, который развивает 279 лошадиных сил. Он трудится совместно с 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода 4Motion. Прежде всего, проект призван развлекать публику на автосалоне в Нью-Йорке и тюнинг-шоу Сима в Лас-Вегасе. Если у концепта серийное будущее, компания не сообщает.